Внизу уже не гадана Iveco снова сломан. Один день поездили, готов. Поехал. Снова. Еще шевелится. Доброе утро. И сегодня тема Iveco снова. Его починили. Два раза починили его. Два раза починили, но не починили. Стоит снова. В общем, первый раз я не получил замену этому автомобилю, потом нам дали какой-то буст. Ивеку тоже переднеприводный с маленьким двигателем. Короткобазный. И на нем ездить, таскать прицепы было тяжело. Что у нас дальше? Посмотрим. Iveco. Сделано в Италии. 27207 пробега. Включаем это все дело. Снова горит чек. Мотор контролируем лассен. В общем, машина-то неплохая. Если бы ехала хотя бы куда-нибудь. Поэтому у нас получается во вторник опять забирают ее. И доставляют нам другой транспорт. Пока будет этот ремонтироваться. В общем, снова та же самая ситуация. Ехал-ехал, не доехал. Так-то мне все устраивает. По месту, по езде, по комфорту. Все хорошо, если бы он ехал. Опять стоит. Взем эвакуатор. Приехал опять мастер. Говорит, вези я его в Мюнхен. Я говорю, не-не-не. Везите сами. Времени нет на него вообще, абсолютно. Один раз я вам привез. Второй, третий забирайте самостоятельно. Предоставляйте транспорт под замену его. В общем, как-то не едет этот товарищ. Не знаю, что с ним делать. Третий раз будут ремонтировать. Надеюсь, третий раз получится. Но если не получится, будем искать замену какую-то. Потому что так дело не пойдет. В общем, третий раз он был на ремонте. Третий раз я его отдавал. Мастер посмотрел, прям здесь на месте. Посмотрел машину и обнаружил, что у него с коробки течет масло. Перед тем, как я забирал автомобиль за два дня до этого, мне пришло повещение от Ивеку, что у него отзывная компания по коробке. Где-то бежит масло. Но я думаю, машина-то стоит в сервисе. Я же думаю, если отзывная компания есть, они должны проверить. Это же логично, правильно? На этой машине не делали. Когда ты ремонтируешь машину, у тебя автоматически появляется там сделайте там ту-ту-ту-ту отзывную компанию. Обычно мне BMW так, когда привозишь на сервис машину, они мне звонят. Там отзывная компания сделать? Я говорю, конечно, делать, потому что ему придется везти. Но на Ивеку, например, работает не так. В общем, приехал мастер, залез под машину, шик, у него вся рука в масле. Соответственно, в коробке масла не было. И она ее там полила, как могла. Еще прицеп сзади. Потом у нас гудел мост. Они поменяли задний мост. Либо что-то там поменяли. Для того, чтобы транспортировать данный автомобиль, нужно откручивать кардан. Кардан этого автомобиля откручивался уже два раза. Первый раз я сам отвез автомобиль, второй раз они приехали сюда, его загрузили здесь, отвезли туда. Мы ждали около, по-моему, двух или двух с половиной недель, пока его отремонтируют. Первый раз мы вообще ждали долго, потому что запчасти не было. Отремонтировали второй раз. Приехала машина на второй день. Водитель мне скидывает фотографию, видео, что машина опять не едет. Что случилось, не знаем. Опять же, я вызвал мастера. Мастер приезжает ко мне, прочитывает ошибки и показывает, что электронные какие-то ошибки непонятно в чем. И говорит, машину нужно везти в Мюнхен. Я говорю, везите? Он говорит, в смысле? Я говорю, второй раз я на это не пойду, чтобы везти машину, а потом оттуда добираться самостоятельно. А зачем мне надо? Вызывайте эвакуатор, пускай ее забирает наш на гарантию, платите за это все. В общем, второй раз мы получили взамену автомобиль. Мне важно, чтобы автомобиль был с прицепом, чтобы тянул 3 тонны. Второй раз получили автомобиль, ломается машина. Третий раз, этот мастер приезжает, который смотрел эту машину, говорит, сейчас я тебе все организую. Сейчас будет, там, Хорват был, сейчас все сделаю. Звонит, там, эй, Йохан, там, э, машина нужна, там, срочно, там, завтра, там, понедельник. Они были в пятницу, сказали, что машину заберут в субботу на эвакуаторе, и в понедельник я могу с утра приехать, забрать себе машину с прицепом, чтобы я мог дальше работать. Они забирают в понедельник машину, и они еще не забрали. Я уже приезжаю в Мюнхен, говорят, вот адрес, сюда приезжает, там фирма, которая занимается прокатом, они дадут машину, бус какой-нибудь с прицепом. Они зарезервировали для меня, конечно, этот автомобиль. Я беру Виану, креплю прицеп, утром рано выезжаю в Мюнхен, приезжаю в центре Мюнхена, на Франкфурта-штрассе, там, где места нет, хорошо, там заправка рядом с прицепом. Я встал, припарковался, иду, здравствуйте, мне машина нужна. Хорошо, говорит, давай, 500 евро, там, задаток за машину, там, я вам такую же карточку вставляю, и говорю, подожди, а можешь мне документы от машины показать, что я беру-то у тебя вообще? Он мне дает документы, я даже не смотрю, какая машина, смотрю, сколько она может тянуть. Написано, 1600 килограмм. Я говорю, что если 1100, у меня 736 прицеп только весит. Что я буду на нем тащить? Мотоциклы? Я говорю, не пойдет вообще. В общем, организовали, вот, я развернулся с прицепом, поехал домой. И машина простояла, получается, в понедельник они увезли, ни ответа, не привета, не слышно никого. Я звоню в следующий понедельник, говорю, что там с машиной, готова, не готова? Так она, говорит, ее читает. Я говорю, в смысле читает? Вы с понедельника по понедельник только подключаете компьютер, далеко вы несете, я бы до понедельника довез свой компьютер бы вам. В общем, короче, получилось так, что они неделю ничего не делали, машина стояла. И за два дня потом отремонтировали ее. У него был какой-то шланг на турбине, отвалился, либо они не прикрутили. И еще какой-то масса кабель, который на массу был, он тоже был не прикреплен, то ли был откручен, не знаю. В общем, из-за этого была ошибка. Забрали машину, поехала машина на второй день, и опять водитель скидывает ошибку. Но ошибка уже была не по мотору, а по сенсору. Вот это, что он типа грязный, либо не работает. То есть датчик радар не работает. По второй поломке у нас поменяли, по-моему, коробку. Да, абсолютно новая коробка стоит. Вот, новая коробка, пожалуйста. и мост. Новый мост. Мне нравится автомобиль, то есть сам по себе отличный аппарат, на нем удобно ехать, он отлично рулится, он большой, у него много места, у него все круто, ну вот кроме вот этих вот вопросов, полностью меня устраивает. Вот как автомобиль устраивает меня полностью. Если бы он еще ехал, хотел сейчас материться, но он не едет. Это уже третий день пока, только сенсор показывает, иногда и все. А так, пока едет. Я надеюсь, он проездит. Хотел сказать, до 300 тысяч, но 300 тысяч на нем ездить я не буду, сто, гарантия и до свидания. А у него уже почти 30, то есть осталось совсем немного. Придется выплачивать его самостоятельно и продавать. Я думаю, так. А так, мотор, мощность, автомат, коробка, все ассистенты, то есть реально все устраивает мне. Хоть и говорят, там и веку, и веку. Вот как автомобиль, он меня устраивает, вот полностью, что он делает, вот в каком комплектации, вот больше не надо. Лед фары там, темпомат, он сам держится в полосе, это все нормально, все мне очень нравится. Потому что спринтер в такой комплектации, если ты будешь покупать, то спринтер будет 90+. Но спринтер, наверное, ломаться не будет. Наверное, опять же, потому что не пробовали, то есть, как попадет. Я думаю, что просто неудачный автомобиль попался. Все кричали, не надо. Ну, так вот. Лакокрасочное покрытие у него очень тонкое. Птичка какнула на машину. Я обычно беру с тряпку, беру очиститель, стекол и вымываю. И тут я вот так вот намыл. В общем, попшикал, она разошлась, я беру тряпочку и такой раз, и слышу под пальцем у меня. Думаю, ой, убираю, и там уже царапина. Думаю, ну, нормально. Потом здесь есть вопросы по краске. Вот в этом месте. Вот тут. Не знаю, каким образом, две-три точки есть краски. Еще в этом месте где-то там внутри тоже видел, краска отходит. Так что, лакокрасочное тут такое семя. Но зато у нас все на спортах, на ARP. Наклейка, наверное, не помогает. Иконки пора клеить. Опа! Булушная дрифтовая резина. Нам ребята подкидывают колеса с автосалона. Полки сюда закинул. не знаю, менять только полки перекидывать, это жесть. Вообще не хочу этого делать. Надеюсь, и не придется. Надеюсь, он будет сейчас ездить и не ломаться. Но даже сюда подкинули компрессор. То есть, колеса накачивать. Компрессор стоит снизу, я его сейчас логично вытащил, потому что машина была практически полтора месяца, а нам надо ездить на тренировки. А, вот здесь, смотри, еще вот место протерло, здесь протерло. А, да, вот упирается. То есть, здесь будет ржаветь когда-то, но уже не у меня. Надеюсь, на этот. В общем, сам автомобиль меня устраивает. По комфорту, по как он едет, сколько места в нем, все кайф. Но если бы он еще ехал, это единственный вопрос. Поэтому посмотрим, как будем дальше. История с EVECO не заканчивается. Забирает у нас EVECO. Это какой-то четвертый или пятый раз. Что она сломалась? В общем, опять та же самая ситуация. Нет мощности, не едет машина. И только первый раз эта ошибка появилась. Я сразу позвонил, остановил автомобиль, позвонил опять. В это же саму ситуацию. Мастер приехал, проверю, вызвали, как он называется, эвакуатор. Сейчас везут в Мюнхене. И надеюсь, до завтра его починят. Потому что, послезавтра, мне уже утром выезжать на дрифт. Я бы хотел поехать на этом автомобиле, потому что у нас здесь все. И мне место надо. Я у Романа вернулся красное в реку. Взял у него машину, либо он нет, или он нет. Любезно предложил, говорит, езжай на моем. Я бы не хотел на нем ехать, на Виана у меня точно ничего не поместится. В этот еще можно что-то поместить, но хотелось бы поехать все-таки на сером. Я очень надеюсь, что его отремонтируют. Я уже разговаривал с начальством, разговаривал с продавцом, что хочу вернуть. Но сейчас вот посмотрели опять автомобили, обсуждали несколько человек, что брать, то есть стратегию, как это все делать. Но это пока вот, если бы он ездил, это идеальный вариант. Если бы он ездил, но он не ездил. Сейчас позвонил по спринтерам, спринтерам могут 2 800 тянуть на прицепе. 2 800. Этот тянет 3,5. То есть уже какой-то автомобиль, который весит 2 200, ты уже не потащишь. Уже все. Потому что прицеп весит 736. Это уже перегруз. А перегруз, если бы я ехал лично, то это окей. А если ты едешь или едет водитель или сотрудник, перегруз, проблема у него, проблема у меня, она нам не надо. То есть нужно ездить по закону и не париться по этому поводу. Вот эти все движения, схемы, это все не работает. Поэтому нужна нормальная машина. И ИВЭК у тебя не 3,5 тонны. То есть он идеально подходит под все наши задачи. Вот такие вот дела. ИВЭКу снова в ремонте. Они там, конечно, все переживают. И там ИВЭКу баем, что я его сейчас возвращать хочу. Я вчера там наговорил сообщение. С самим мастером разговаривал. Он уже четвертый раз смотрел эту машину. Поэтому как бы хотелось бы, чтобы она ездила. Потому что реально устраивает машину. Полностью все. У нас ИВЭКу новый. Ну как новый? Вроде 17 тысяч пробегов. Такое ощущение, что он какой-то пошерпанный капец. И покрашен ужасно. Видел, какая краска у него? Вот, да. Крашен. Просто Тесла отдыхает. Это просто мрак какой-то. Он прям, я не знаю, он прям как будто просто налили на него непонятно. И уже смотри, какой-то фирменный автомобиль и побитый уже весь. Вот мятины. 17 тысяч пробега. Специально на этот автомобиль поставили нам фаркоп. Потому что наше ВЭКу уже в пятый раз находится в сервисе. Пятый раз. С одной и той же проблемой. Мы забрали машину, поехали забирать автомобиль. У нас появилась ошибка. Сразу сфотографировали, отправили его. Мне продавец говорит, это уже дело принципа, чтобы данный автомобиль отремонтировать. Мы воткнули туда около 8 тысяч евро. Поставили коробку, мост, другое. Там механик, работа. Плюс вот эти автомобили, которые они мне дают. И на данный момент у нас тот же самый ВЭКу, только на механике. Сейчас в нашем автомобиле находится уже три рабочих дня в ВЭКу. Я сказал, чтобы они сделали зеркала, потому что при скорости 110 км в час ужасно слышно их. Они трещат. Потом нужно сделать дистроник. Он иногда вылетает из чата, говорит, что не работает. И по мотору ошибка. Она была один раз. Я сказал, не буду отдавать автомобиль. Я поехал на тренировку. Мы съездили на Бурдинский на этом автомобиле. и после этого привез автомобиль. Они мне дали этот для того, чтобы я мог спокойно дальше работать. То же самое мотор, но на механике. Подожди, он 140-й. Слушай, а там не двухлитровый мотор? Два с чем-то. Да, два с чем-то. Ну, не трех, да. Я же слышу, он работает по-другому. В общем, как есть, нам хотя бы работать есть с чем. И жду, наконец-то, мой. Я кайфанул от него, когда я ехал на Бурдинский. Мы приехали, все кайфово, все сделали, все нормально. Отъездили и вернули его обратно. Он проехал без ошибок. В общем, мы проехали, все нормально, без всяких проблем. И отдал его в сервис, потому что они попросили, привези, пожалуйста. Мы тебе дадим эту машину, мы хотим закончить с этим автомобилем. Это один такой автомобиль, который у нас есть, который мы не можем найти ошибку. Сам шеф звонил, говорит, механикам вынес мозг, чтобы это все сделали. Ну, я пошел как бы на уступки. У меня вариантов нет. Мне нужен данный автомобиль по некоторым причинам. Поэтому я его оставляю пока. Надеюсь, он до 100 тысяч проездит без проблем. Они найдут сейчас все, все сделают, и мы будем ездить на нем дальше. EVECO DEFECO, я его назвал. Постоянно что-то с ним. Но едет кайф. И мы сегодня опять рассказываем в очередной раз про наш технический автомобиль EVECO DEILY, который в шестой раз они должны забрать у нас из гаража. На пятый раз они нашли рулевую рейку. Они сказали, что на рейке идет перенапряжение и, соответственно, выдают такую ошибку. Они подразумевают, что это так. Они поменяли рулевую рейку. Мы ждали 2 или 3 недели. Я сейчас не помню по времени сколько. Они сказали, что поменяют и все будет нормально. А машина у нас постояла. Мы ее забрали. Машина постояла дня 3-4. Сотрудник садится в машину, выезжает, грузит машину, едет домой и опять то же самое. Горит чек, машина не тянет и не работают ассистенты. Ассистенты, она рандомна. То есть ассистенты не работают практически никогда, они выключаются часто. А вот чек, когда машина загруженная, когда мы тянем прицеп за собой. И в чем проблема? Они найти ее не могут. А раз они найти ее не могут, соответственно, мы будем менять автомобиль. Я поговорил с шефом, он неохотно говорил об этом, что машину поменять, давайте посмотрим еще раз. Я говорю, ну сколько можно смотреть? Пять раз вы смотрели? Вообще по закону 3 раза. Можно отремонтировать автомобиль. Если он не ремонтируется, его возвращает. У нас 5 раз. Сейчас 6 раз ее забирают. Мы поговорили с ним в понедельник, сегодня среда. Во вторник, говорит, мы ее будем забирать. Но пока машина, как видите, стоит здесь, ее еще не забрали. Сегодня я передаю документы или передаю всю историю адвокату, который занимается моими автомобилями или автомобильными делами. И пускай он с ними разбирается самостоятельно. Шеф-дилер мне сказал, что будем перерасчитывать износ автомобиля, сколько там вернуть, сколько отдать, какой другой автомобиль предоставить. Но у меня есть свои представления об этом. Например, у нас машина 5 раз была не с нами, мне предоставили всего 2 раза автомобиль для того, чтобы мы могли работать дальше. Соответственно, есть расходы. Будем перерасчитывать, сколько потеряли мы, сколько потеряли они. Но я думаю, мы сойдемся на какой-то точке. Но я однозначно хочу отдать этот автомобиль, и чтобы мне за место него предоставили другой, рабочий. То есть, с этим какая-то проблема, которую они найти не могут, соответственно, нужно его вернуть, и пускай они сами с ним разбираются. Я думаю, если бы этот автомобиль ездил без прицепа, и ездил вот такой пустой, то с ним бы никаких проблем. Я подразумеваю, я не знаю. Вот, с ним бы ничего не было. А так как мы его используем как тягач, то, соответственно, проблемы у него есть. Шестой раз забирают машину. Будем разбираться, что с ним, как с ним. Но его однозначно я видеть у себя на фирме не хочу. Пускай меняют, делают, что хотят. Номера классные были. М и Б 3535. Вот, в принципе, все. Я не знаю, какая-то серия по счету будет, но шестой раз машину у нас забирают, и будем передавать ее дальше. Со мной не разговаривать, не так охотно хотят. Вот, машина пустая уже. Помыли, почистили, убрали. Пожалуйста, забирайте. Принимайте обратно. Хорошая была тачка. Но мне машина такая нужна, и она обязательно здесь у нас. Поэтому. Если бы он ехал, было бы замечательно. А то, как он едет, какой смысл от него? Это все. До новых встреч. С вами был Денис Рем. И в Эку Дейли, и в Эку Байрон. Привет. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова